Выборы в США – самые дорогие выборы в мире. Реально ни одна другая страна столько не тратит на выборы. В 2012 году потратили больше 2,5 миллиардов долларов, а в 2016 уже около 5. Неплохой разгон. Посудите сами. Избирательная кампания длится год. Все это время кандидаты катаются по стране с публичными выступлениями, какими-то авто- и велопробегами, благотворительными акциями. Тратят на рекламу, опросы, на штаб в каждом штате, на зарплату всем этим сотрудникам. В общем, реально как могут стараются завоевать голоса своих избирателей. И год в таком режиме, действительно, удовольствие это не из дешевых. Барак Обама, например, потратил на свою предвыборную кампанию 730 миллионов долларов. И чтобы вы понимали, с поправкой на инфляцию это раз в 300 больше, чем понадобилось в свое время Аврааму Линкольну. А в прошлом году, начиная свою кампанию, Дональд Трамп нацелился собрать миллиард долларов. Кто за все это платит? Вот в чем вопрос. И платит за это государство. Представьте, что все выкрутасы кандидатов оплачиваются из казны. В обмен на обещание не тратить слишком много. То есть сумма все-таки фиксируется. Поэтому в 2000 году все вдруг поняли, что плюс-минус 90 миллионов долларов казенных денег – это слишком маленькая сумма, чтобы быть на поводке. И сами можно собрать больше. И вот с тех пор так и поступают. Кандидаты без перерыва обращаются к избирателям с призывом помочь и поддержать долларом. Боты даже рассылают смс из серии «Алина, мы знаем, ты за нас. Так хватит отсиживаться. Будущее страны в твоих руках. Переведи сколько можешь». А чтобы привлечь действительно большие деньги, кандидаты устраивают фандрейзер-мероприятия для крупных бизнесменов и представителей богатых семей. Хотя многие состоятельные семьи и так из поколения в поколение поддерживают одну из партий. Братья Кох, например, а это топ-5 самых богатых семей в Америке, в 2016-м потратили четверть миллиарда на поддержку республиканцев. Медиамагнаты тоже привлекаются к процессу. И вот дружба с ними – это просто выигрыш в лотерее. Потому что кроме денег достается еще бесплатное эфирное время и реклама. Кто за все платит, понятно. Инициативный народ и сильный мир осего. Теперь, если вам интересны подробности, кто, откуда, сколько получил и как все эти деньжата потратил, то система финансирования кандидатов максимально прозрачна. Вы можете всю отчетность посмотреть на сайте Федеральной избирательной комиссии. Но не спешите. Интереснее всего, конечно, будет посмотреть, сколько все-таки Трамп соберет в этом году и дойдет ли он, как хочет, до миллиарда. Хотя, кто считает чужие деньги? Алина Полянских специально для RTVI. Редактор субтитров А.Семкин